Девушки отдыхают Урок третий. Тема урока «Выдающийся». Материал, который мы обсудим, охватывает четвертую и пятую главы. На втором уроке мы узнали, что благодать не только прощает наш грех. Благодать — это не только наше спасение. Это также не только наш бесплатный дар. Мы обнаружили, что благодать наполняет нас силой двигаться сверх наших естественных возможностей. И фактически, благодать Божья дает нам Его божественное естество. Апостол Иоанн утверждает, «Так же, как он был, так и мы в этом мире». Он говорит об ошеломляющем, ошеломляющем Слове с неба. Говорю вам, нам необходимо больше веры, чтобы поверить в это, чем просто быть религиозными и говорить, «Я недостоинный червяк, я просто грешник». Вы знаете, что Иисус простил мои грехи, но я все еще человек, и я все еще буду жить во грехе. Но почему Иоанн написал, «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Первое послание Иоанна 2, 6. Я имею в виду именно это ошеломляющее заявление. Кто утверждает, что живет в нем, должен, не говорится «мог бы», должен жить, как Иисус жил. Как мы можем жить так, как Иисус жил? По благодати Божьей. Вы можете увидеть, что благодать идет дальше прощения грехов. Она наделяет нас силой жить так, как Он жил, потому что она дает нам Его природу. Я сам рад тому, о чем проповедую. Это потрясающе. Вы со мной? Вопрос, который мы поднимем сегодня, «Как Иисус жил?» Если мы должны жить так, как Иисус, не должны ли мы узнать, как Он жил? Аминь? Он жил удивительной Божьей чистотой. Апостол Павел пишет церковь в Коринфе. Он говорит нам угождать. Все скажите «угождать». Угождать Богу служением Ему. Он говорит нам «давайте очистимся». Другой перевод говорит «омоем себя». Заметьте, он не говорит, что Бог очистит вас. Он говорит «давайте очистим себя от некоторых вещей». Нет, от всего, что делает наше тело и душу нечистыми, и будем полностью святыми. Как это может получиться у нас? Через дар благодати. Давайте я попробую немного объяснить вам, о чем я говорю сегодня. Когда я учился в школе, я был очень эффективным грешником. Что это значит? Моя природа была грешить. И у меня эффективно получалось сделать это. И вот, когда я был эффективным грешником, мой отец взял меня однажды в кинотеатр посмотреть фильм под названием «Десять заповедей» Чарльза Хэстона. Я помню, как сидел там. Вы должны понять меня. Тогда не было иксбоксов, игр и всех новомодных установок. В городе был только один кинотеатр. И в этом кинотеатре был только один экран. Понимаете? Если кто-то покупал мне билет, я шел в кинотеатр, и не так важно, что там показывали. Мой отец купил мне билет, чтобы я пошел на этот фильм с моей младшей сестрой. Я сижу, смотрю фильм на большом экране, и вдруг появляется картина, как земля разверзается и поглощает всех живых в ад навсегда. Когда я увидел эту картину, я начал каяться изо всех сил. Я не знал, как каяться, потому что рос в католической семье. Я каялся и говорил «Бог, я никогда больше не буду так делать. Я больше не буду прежним». И я вам скажу, что я ушел тогда из этого кинотеатра измененным человеком. Но меня хватило только на одну неделю. Все грехи мои вернулись обратно. Почему? Потому что я имел покаяние, но не благодать. И вот однажды в колледже один из лидеров, он был потрясающим спортсменом, пришел ко мне в комнату и начал делиться со мной четырьмя духовными законами. И после четвертого духовного закона я принял Иисуса Христа как своего Господа, и Он стал моим спасителем. Я родился свыше и стал Божьим детем. Но знаете что? Я продолжал жить в том же грехе, как и до того, как Бог меня спас. Почему? Потому что меня не научили. Через несколько лет я по-настоящему прочитал местописание евреям 12.14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Я подумал, минуточку, я хочу увидеть Бога. Вот тогда я стал самоправедным, я стал всех укорять. «Эй ты, ты не должен это делать, ты должен жить свято. Ты что, не понимаешь? Ты не увидишь Бога? Ты что, не понимаешь этого?» И все чувствовали себя некомфортно рядом со мной. Моя жена, мои друзья. Бог проговорил ко мне однажды. Он сказал, «Сын, святость — это не дело твоей плоти, это плод моей благодати». И тогда я понял, что благодать — это Божье всемогущее присутствие, которое дает мне способность делать то, что я не смог бы делать своими силами. «И это очищает меня от всего, что делает мое тело и душу нечистыми, потому что только так можно служить Богу». Вот почему автор послания к евреям говорит ниже, «Будем хранить благодать». Скажите, «благодать», которую будем, или другими словами, которая дает нам силу и власть служить благоугодно Богу. Вот что здесь самое страшное. 98% христиан в Америке пытаются жить по Божьему Слову своими способностями. Вы знаете, что получается, когда пытаешься жить по Божьему Слову своими способностями. Или станешь лицемерным законником, либо придумаешь какую-то странную доктрину, что благодать покрывает все грехи, которые я люблю делать. И я прекрасный человек. Когда ты понимаешь благодать, которая дает тебе способность делать то, что ты не сможешь делать своими способностями, вот это делает тебя по-настоящему счастливым человеком. Вот почему апостол Павел написал Коринфянам, «Мы же, как соспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Второе послание Коринфянам 6.1. Можно ли каким-то способом тщетно принять благодать Божью, которую мы проповедуем в Америке? Могу я проиллюстрировать вам американскую благодать? Я знаю, что я не живу так, как должен, но слава Богу за его благодать. Это не благодать. Это страшно. Каким образом можно утратить благодать? Когда ты понимаешь, что благодать Божья — это уполномоченное присутствие, тогда ты понимаешь, как можно ее утратить. Вот, например, через 10 лет мы решили поехать в Африку и посмотреть, как африканцы ездят на ленд-роверах. Мы приехали туда и увидели что-то странное. Наши автомобили были припаркованы в том же самом месте, на котором мы их поставили. Покрытой пылью трава растет вокруг. Мы с трудом открыли дверь и посмотрели на спидометр. Там были одни нули. Мы посмотрели друг на друга и сказали, они не использовали дар, который мы дали им. Вот что имел в виду апостол Павел, когда он сказал, «Не тратьте благодать Божью». Прочитаю вам все местописание в контексте 2 Коринфянам 6-7. Благодать утрачена, если мы не используем ее силу очищать нас. Но 98% христиан в Америке не знают силу благодати. Что с этим делать? Библия говорит, что праведник сделает, если у него нет основания. Как еще Иисус жил? Если мы должны ходить так, как Он ходил, как еще мы должны поступать? Он исцелял больных, очищал их, освобождал тех, кто был связан, открывал глаза слепым и уши глухим. И вот что Он сказал нам, «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». Как нам это делать? Открывать слепым глаза, глухим уши, хромых поднимать на ноги через дар благодати? Посмотрим Деяние 4.43. Апостолы же с великую силу свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. И великая благодать была на них. Вы заметили это? Бог совмещает великую силу и великую благодать, потому что благодать — это сила Божья. Кто-то может сказать, «Да, но это работа апостолов, я не апостол». Хорошо, позвольте мне рассказать вам об одном парне, который работал в ресторане. В фойе Иерусалимской церкви был Старбакс, и этот парень работал в этом кафе. Итак, он не апостол, не пророк, не учитель, не пастор. Он работник ресторана, и его зовут Стефан. Посмотрим, что Библия говорит о нем в Деяниях 5. Здесь сказано, «Стефан был мужем полной благодати Божьей». Это Деяние глава 6. Стефан, муж полной благодати Божьей, творил удивительные чудеса и знамения среди людей. Как он это делал? Через дар благодати. И вы знаете, что на самом деле печально. Мы спасаем людей так легко по благодати, потому что говорим им, «Этот дар, ты не можешь его заслужить». Правда? Потом они приходят в церковь, и на протяжении некоторого времени думают, «Я не помолился один час сегодня утром. Я не постился 21 день, как Даниил. И я не могу исцелить этого парня». Ты отпал от благодати, потому что ты свел ее до своего объема работы. Аминь. Вы все еще со мной? Как еще Иисус жил? Он жил в сверхъестественной мудрости и понимании, в проницательности и изобретательности. Сейчас я смотрю на эту часть Евангелия, и она мне нравится больше всего. Мне нравится наблюдать за мудростью Иисуса. Какая она восхитительно разнообразная. Мой вопрос, откуда пришла эта мудрость? В Луки 2 глава 40 стих говорится, «Младенец же Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь при мудрости, и благодать Божья была на нем». Вот откуда взялась эта мудрость. Вы со мной? Итак, если благодать — это только прощение грехов и билет на небо, тогда почему она нужна была Иисусу? Он никогда не грешил. Но когда ты понимаешь, что Иисус — Сын Бога, который снял с себя все божественные привилегии и ходил по земле как Сын Человеческий, Он нуждался в силе благодати, чтобы ходить в мудрости, в которой Он жил. Я смотрю на его мудрость. Она удивительна. Однажды она реально спасла жизнь одной женщины. Религиозные зелоты поймали женщину в прелюбодеянии. Они проволокли ее, наполовину раздетую, на храмовую площадь. Прежде всего, хочется спросить, а где ее парень? Тем не менее, они бросили ее перед Иисусом и начали говорить, «Иисус, Моисей приказывал побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Вот сейчас мне нравится творческая мудрость Божья на Иисусе. Он отвечает, «Хорошо, парни, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Он наклонился к земле и начал писать на ней имена их любовниц, имена их тайных возлюбленных, Анна, Изабелла, Ревекка. Когда они увидели имена тех, с кем блудили, они бросили свои камни и быстро спрыгнули. Его мудрость реально спасла жизнь той женщины. Если мы рассмотрим другой пример, он шел вдоль моря и увидел рыболовную компанию в самый ужасный день их карьеры. Думаю, вы можете себе это представить. Вы владелец оптового магазина, и у вас нет ни одной продажи за весь день. Это тот же самый день, который выдался у компаний профессиональных рыбаков. Одна встреча с благодатью Божьей в Иисусе, и день внезапно становится самым прибыльным в их карьере. Он не был рыбаком, он был плотником, но обладал благодатью. Я имею в виду, он знал, где найти осла, не используя Крейгс Лист или Эбэй. Он знал, как платить таксы без H&R Блок. Он знал, что его работник был одержим, даже если бес не проявлялся. Почему? Потому что у него была благодать, и благодать помогала ему в проницательности и изобретательности. Вы понимаете? Я спрашиваю, вы понимаете? В сущности, что благодать Божья дала Иисусу? Это способность менять общество, в котором он находился. Он пришел в один город, и там была свадьба. Итак, свадьбы были не только семейным делом. Это был праздник на все село, на весь город. И на этой свадьбе закончилось вино. Правильно? Я думаю, вы можете себе представить стыд, который может опозорить эти две семьи на всю оставшуюся жизнь. Одна встреча с благодатью Божией, с Иисусом, и свадьба избежала позора. По благодати это все переходит на другой уровень совершенства. Он приходит в другое общество, и государство или штат проводит похороны для этой вдовы, потому что она потеряла своего единственного сына. Всю оставшуюся жизнь государство должно давать этой женщине пищу, одежду и укрытие. Одна встреча с благодатью Божией в Иисусе, и государство не должно больше никогда давать ей ни одного цента. И не только это. Ее достоинство было восстановлено. Ее процветание продолжилось из-за благодати. Он приходит в другой город и встречается с начальником мытарей. Вы понимаете? Начальник мытарей — крестный отец. «Иисус, ты чего пришел на мою территорию?» Одна встреча с благодатью Божией на Иисусе, и Закхей кричит. «Я никогда больше не буду воровать!» В этом городе стало намного спокойнее жить, когда начальник сказал «Я никогда больше не буду воровать». И не только это. Иисус еще не сказал ни одного слова, как Закхей говорит. «Эй, босс, каждому, у кого я украл, я возвращу 400%. Хорошо, босс?» Это стимулирует экономику. И это не были напечатанные бумажки, деньги монопольного государства. Это были настоящие деньги. Он приходит в другой город, и государство должно содержать этого молодого человека, потому что он абсолютно ненормальный и вне себя. Вы понимаете, что я имею в виду? На всю оставшуюся жизнь, его жизнь, жизнь этого молодого человека, государство должно давать ему пищу и одежду, и много одежды, потому что он ее раздирал. Одна встреча с благодатью Божией на Иисусе, и государство никогда не должно давать ему ни одной копейки. И не только это. Десять городов целого региона Декаполиса услышали о Царстве Божьем благодаря этому человеку, и все из-за благодати. Как насчет всех остальных глухонемых людей, слепых, глухих? Вы знаете, что говорит апостол Иоанн? Если бы записать все, что Иисус Христос сделал за эти три с половиной года, все книги в мире не вместили бы этого. Иисус говорит нам, «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас, и вы сделаете дела больше Моих». Почему мы не делаем больше дел? Потому что 98% из нас даже не знают, чем мы обладаем. Мы думаем, что мы должны найти человека с особенным помазанием в городе, потому что превосходство его силы в нас и для нас по благодати Божьей. Вы со мной? Управлять жизнью по благодати Божьей означает, что мы просто должны подняться выше нормы. Разрушить статус-кво. Мы больше не смотрим на свою жизнь, как на работу с 8 утра до 5 вечера, зарплату каждую неделю или месяц, в определенный день выйти на пенсию, потом умереть от болезни. Что за ненормальный образ жизни? Ты был сотворен для большего. Это означает, что мы становимся людьми влияния, потому что мы знаем, что мы голова, а не хвост. Там, где я живу, обычно голова ведет, а хвост за ней. Мое наблюдение — церковь очень долго следовала. Общество ведет, мы следуем. Это должно измениться. Когда 100% из нас знают, что такое благодать Божья, все изменится. Я сказал, все изменится. Позвольте мне это сказать очень ясно. Что это значит? Управлять в жизни по благодати Божьей. Если ты учитель в школе, то по дару благодати Божьей твоя жизнь должна подняться на новый творческий путь общения с мудростью и знанием со студентами твоей школы, в которой никто еще не мог представить себе такого. И все остальные учителя удивляются, что у него есть такого, чего у нас нет. Благодать. Это значит, что если ты дизайнер, ты изобретаешь такие дизайны, что все общество следует за тобой. А все остальные дизайнеры удивляются, откуда у тебя появляются такие классные дизайны. Благодать — это значит, что если ты в медицинской сфере, то ты по благодати Божьей придумываешь новые инновационные пути лечения болезней, которые до тебя никто не придумывал. Чтобы люди в медицинской сфере удивлялись, откуда он берет эти идеи. Это значит, если ты полицейский, и ты расследуешь преступления, ты знаешь, откуда достать улики. Ты быстрее находишь преступника. Ты приносишь в ситуацию мир, который не могут принести другие полицейские. Почему? Потому что у тебя есть благодать, чтобы все остальные полицейские схватились за головы от удивления, откуда у него это все. Это означает, если ты бизнесмен, ты знаешь, когда покупать, когда продавать, когда прийти и когда уйти. Тебе приходят такие маркетинговые идеи, которые никому еще не приходили. Твой бизнес процветает, когда у остальных бизнес не развивается, потому что у тебя благодать. В сущности, это наши полномочия. Каждый из нас призван в разные сферы общества. В каждой сфере, где бы мы ни находились в жизни, мы должны проявлять руководство и лидерство. Наш бизнес должен процветать, когда остальные не развиваются. Наше общество должно быть безопасным, хорошим и процветающим. Наши места работы должны процветать. Наша музыка должна быть свежей и оригинальной, чтобы ее копировали светские музыканты. Так должно происходить с нашей графикой, видео и архитектурой. Наши способности должны вдохновлять и находить себя на каждом уровне. Наши выступления или реклама, искусство, медиа или какая-нибудь другая сфера должны выделяться. Наши города, области и страны должны процветать, когда праведники управляют. Наши школы должны быть лучшими, если мы в них учим и руководим. Куда вовлечены верующие, там должны быть изобилие творчества, продуктивности, порядка, чувствительности, изобретательности. Мы должны быть светом в темном мире. В сущности, мы выделяемся из-за благодати Божией. Пусть каждый скажет, выделяется. Шестая глава Даниила, стих 3, говорит, «Итак Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух». Перевод послания говорит, он полностью превосходил других лидеров. Даниил превзошел. Это то, что Библия говорит. Это не говорит, что Бог ему дал превосходство. Он сам превзошел. Подумайте об этом. Даниила и троих его друзей привезли из малой страны в самую мощную страну в мире. Ты думаешь, Америка — это что-то крутое? Америка — это ничто по сравнению с Вавилоном. Вавилон управлял всем миром. Вавилон был номером один в мировой экономике. Социально, политически, государственно, военно, научно и во всех сферах. Он управлял всем миром. Даниил и трое его друзей приехали в эту страну, после чего царь взял интервью у этих четверых молодых людей. В первой главе книги Даниила говорится, царь определил, что они в 10 раз умнее, мудрее, в 10 раз изобретательней, в 10 раз более творческие, чем их лучшие лидеры. Даниил начал воплощать вещи, о которых они никогда не думали. Его начали продвигать больше всех. Вы знаете, что Иисус говорит? Из всех людей, рожденных до этого дня, Иоанн Креститель больше. Это значит, что Иоанн больше Даниила. Не пытайтесь сравнивать этих двоих, потому что Иоанн в служении, а Даниил в государстве. Но Иоанн превосходнее. Ты знаешь, что Иисус говорит потом? Меньший в Царстве Божьем больше, чем Иоанн. Это означает, что меньший в Царстве Божьем больше, чем Даниил. С момента воскресения Иисуса Христа до сегодняшнего дня в Царстве Божьем было приблизительно 2 миллиарда христиан. Если ты окажешься меньшим из всех этих 2 миллиардов христиан, я бы хотел тебя встретить. Ты больше, чем Иоанн. И, конечно, это тебя делает больше Даниила. Почему бы нам не быть превосходными? Потому что мы не знаем, чем мы обладаем. Ты знаешь, мы можем поговорить об этом превосходстве? Иисус повторял снова и снова, «Вы свет миру». Что это означает, быть светом? Вы выходите вечером на улицу, и ясное небо, особенно в Колорадо, и нет облаков. Что происходит? Что ты видишь, если нет луны? Ты видишь темноту, правда? Но что тебя восхищает и захватывает? Все звезды. Потому что свет выдает себя в темноте. Читали ли вы Исаии? «И тьма покроет землю, и мрак все народы». Но слава Господне воссияет, и неверующих будет притягивать твой свет. Иисус сказал, «Пусть твой свет сияет среди людей, чтобы они видели твои добрые дела». Сейчас мы можем поговорить о свете. Мы можем поговорить о нашем превосходстве. Давайте поговорим о типичном христианском мышлении, превосходящем нас самих. Мы должны быть светом, когда мы идем на работу или в школу. Мы должны относиться ко всем хорошо. Мы можем цитировать Иоанна 3,16. А что если бы у Даниила было бы такое же мышление? Даниил вошел бы в государственный офис в Вавилоне. Он бы сказал, «Эй, вавилонские лидеры, Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, стих 1. Вы знаете, что бы эти государственные лидеры сказали, когда бы он пошел молиться на обеденном перерыве? Потому что этот парень молился каждый обеденный перерыв. Они бы сказали, «Мы надеемся, что этот лунатик будет молиться весь день». Он такой позитивно странный. Почему они придумали закон, чтобы он не мог молиться? Давайте, думайте. Потому что он в 10 раз умнее, в 10 раз мудрее, в 10 раз более изобретательнее, в 10 раз более творческий. Ему приходят идеи, которые им никогда не приходили на ум. Они удивляются и говорят, «Нас учили и наставляли самые лучшие ученые, лучшие лидеры и самые знающие учителя во всем мире». Он приехал из этой маленькой страны. Откуда ему приходят эти идеи? Возможно, из того, что называется молитвой. Давайте издадим закон против его молитвы. Мы думали, главное в том, чтобы относиться к людям хорошо и цитировать Иоанна 3,16. «Пусть твой свет сияет, чтобы люди видели твои добрые дела». Не слышали, а видели. Если я слишком радикально говорю, то только потому, что большая цена была заплачена за благодать. А мы живем далеко не так. Я просто принимаю это очень близко к сердцу. Простите. Потому что я думаю о том, что мой Господь сделал. Когда я думаю о том, что пробивали гвоздями Его руки, абсолютно невинного, моего Творца. Он не заслужил смерти, но Он избрал это, чтобы дать мне Его природу. Мы обесценили Его благодать. Он застраховал нас от огня и обеспечил нам небо. Это так злит меня, потому что у дьявола торжество. Он говорит, «Мы обманули их. Пусть у них будут церковные здания, какие они хотят. Пусть у них будут все Библии, которые они хотят. Они бессильны, они не вредят нашему царству». Когда в реальности такая цена была заплачена. Вот почему вы видите меня своего рода на грани. Вы со мной? Я сказал, «Вы со мной?» Посмотрите на моего друга. Моего друга зовут Бен. Он был вице-президентом корпорации «Крайслер». Приблизительно год назад мы ужинали в ресторане в Детройте, и он сказал, «Джон, Джон, ты, может, не знаешь этого, но перед тем, как я стал вице-президентом корпорации «Крайслер», я был старшим командой дизайнеров в «Дженерал Моторс» в Америке. Я сказал, «О, это правда?» И он сказал, «Ты знаешь, Джон, это очень высоко специализированная команда». И он продолжил, «Это такая важная команда в «Дженерал Моторс», что они тестируют каждого рабочего каждый год». И он сказал, «Что анализирует этот тест? Сколько средств наши нововведения сэкономили компании, и сколько прибыли они принесли в компанию?» «Они берут двух людей и проводят анализ затрат каждого рабочего в команде разработчиков». Он сказал, «Я читал в книге Даниила, что он был в 10 раз умнее, мудрее, в 10 раз изобретательнее». Он сказал, «Это ведь Ветхий Завет». И он сказал, «А я под благодатью». «Итак, я начал молиться, «Господь, я под благодатью, я должен быть по крайней мере в 10 раз лучше». И сказал он, «Ты знаешь, какой результат был у этих двух людей? Оценка их изобретательной команды за год? 35 миллионов долларов». Он сказал, «А ты знаешь результаты моего тестирования за год? 350 миллионов долларов». Я смотрю на Джима и Келли, сидящих здесь, которых я очень сильно люблю, и их сына Тейлора, сидящего рядом. Прослым летом Тейлор был на служении, на котором я проповедовал. Тейлор участвует в общегородских соревнованиях в Колорадо Спринг в футбольной лиге для 11-12-летнего возраста. И я проповедую на этом служении, Тейлор поворачивается к одному из них, маме или папе, и говорит, «Ведь я могу быть в 10 раз лучше в этом году». Итак, вот он, 11-летний, в лиге соревнований с 11 по 12 лет. Вы знаете, что произошло этой осенью? Позвольте мне рассказать о Тейлоре. Тейлор фактически был метр пятьдесят ростом. Когда вы посмотрите на него, если бы я сейчас его поставил перед вами, вы бы сказали, «Вау, тебе 12?» Хорошо. Он похож на суперзвезду НФЛ. Хорошо? Позвольте мне сейчас сказать о результатах Тейлора. Это общегородские соревнования. Вы готовы? Второй лучший спортсмен во всем городе в прошлом году сделал 518 ярдов. Вы знаете результат Тейлора? 893. Вы знаете результат очков в тачдаунах второго лучшего игрока во всей лиге? 7 очков. У Тейлора было 17 очков. Почему? Благодать Божья. Почему? Он ребенок. Он верил, потому что у него детская вера. Все остальные из нас пытаются понять, почему это не работает у нас. Он просто сказал, «Папа, я буду лучше всех их». Вы знаете, я помню однажды, когда я находился в своей комнате в отеле и включил христианский канал, я не поверил. Я имею в виду, дословно, я потерял силу в коленях и упал на пол, потому что там был парень, который пел «О, благодать!» И центром внимания, когда он окончил, вы знаете, 2000 людей, центром внимания был с толстыми стульями. И он начал говорить, «Что ж, вы впечатляете, и ваш голос». И я просто начал плакать. Я подумал, «Бог мой, ты живешь внутри нас, ты сотворил вселенную, звезды, скалистые горы, морских животных, ты живешь в нас, а мы получаем вдохновение из программы «Идол Америки». Ничего удивительного, ведь мы не знаем, что мы имеем. Я смотрю на Эми Сэмпл Макферсон. Она построила храм ангелов во время Великой Депрессии. Понимаете? Почему мы не были примером во время кризиса в 2008 году? Она построила здание на 5000 мест, и голливудские продюсеры приезжали туда, чтобы взять идеи того, как она его построила, и они использовали это в Голливуде. Чарли Чаплин был один из них. Она повлияла на мир, а сейчас сравните с тем, что я видел в своей комнате в отеле. Здесь что-то неправильно. Посмотрите на это. Это так касается меня, потому что я смотрю на всю жизнь. Многие из вас не знают этого, но самым ужасным уроком в средней школе был английский, грамматика, иностранные языки. Написать две страницы занимало у меня 4 часа. Я не шучу. Я имею в виду, мой учитель английского вынужден был пропустить меня, чтобы не видеть меня в следующем году. Вы думаете, что я шучу? Вы знаете, какая оценка была у меня на экзамене? Национальный вступительный экзамен. Моя оценка английского языка 370 из 800. Это провал. Это самое большое, что я мог набрать на этом экзамене. Итак, когда Бог пришел ко мне в 1991 году и сказал, «Сын, я хочу, чтобы ты писал». Я сказал, «Хорошо, у тебя столько детей на земле, что ты нас путаешь между собой. Ты не хочешь, чтобы я писал». Я сказал, «Ты не хочешь, чтобы я писал. У тебя есть намного больше лучших писателей. Я не буду делать ничего». Месяцев спустя две женщины с двух разных штатов Америки пришли ко мне с разницей в две недели. Они вдвоем имели то же самое пророческое слово. Они сказали, «Джон Бивир, если ты не будешь писать, то Бог отдаст это послание кому-то другому, а ты будешь осужден за это». Когда вторая женщина с другого штата сказала это спустя две недели после первой женщины, страх божий сошел на меня. Я сказал, «Мне лучше написать». Сейчас этих книг миллионы. Они переведены более чем на 55 языков в мире. Недавно я был на Ближнем Востоке две недели назад. Говоря о двум тысячам лидеров, они сказали мне на Ближнем Востоке, «Джон, ты, наверное, самый читаемый христианский автор на Ближнем Востоке». Я был на конференциях. Я помню, я был на конференции в Восточной Европе, и один лидер встал и сказал, «Сколько из вас читали книги Джона?» Там было семь с половиной тысяч лидеров из 60 стран. 90% из них подняли свои руки. В этот день человек из Сибири подошел ко мне со слезами на глазах. Он сказал, «Джон, я из Сибири. Я пастор полуторатысячной церкви в Сибири. Твои книги наставляют мою церковь». Двое человек в тот самый день подошли ко мне и сказали, «Мы из Узбекистана. Мы были в тюрьме за нашу веру последние два года, но твои книги наставляли нашу церковь. Вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу найти учителей английского из моей школы и сказать им, «Я хочу дать вам 14 книг, которые я написал по благодати Божьей». Увидеть их, потерявших сознание, проповедовать им, чтобы они спаслись. Почему? Потому что это бы превознесло меня в их глазах. Но знаете что? Я бы сказал, «Это по благодати Божьей». Они сказали бы, «Как ты это сделал? Вы говорите проповеди на публике?» В первый раз, когда я проповедовал Евангелие, когда мы только поженились, Лиза слышала меня. Она сидела на первом ряду. Спустя пять минут после начала моей проповеди было слышно, как она спит. Ее лучшая подруга сидела возле нее. Через пять минут она так сильно заснула, что слюна текла изо рта Эмми. Сейчас я говорю пятитысячным аудиториям, десятитысячным аудиториям, двадцатитысячным аудиториям. Люди говорят, «Ты никогда не нервничаешь, Джон, когда проповедуешь такому количеству людей?» Я говорю, «Нет, никогда». Они говорят, «Правда?» «Нет, нет, я знаю, как плохо я проповедую, но если благодать не появится, мы все в большой проблеме». Вот почему Павел говорит, «Я есть тот, кто я есть по благодати». Позвольте мне сказать, «Вы не тот, кто вы есть, потому что вы такими родились, или потому что вы выросли на другой стороне дороги, или потому что ты принадлежишь какой-то этнической группе, или из-за того, где ты учился. Ты есть тот, кто ты есть по благодати Божьей». Аминь. Позвольте мне завершить этим. Если ты студент, ты должен хорошо учиться, но верь, что Божья благодать подтолкнет тебя в той сфере, где ты не сможешь чего-то понять. Если ты доктор, ты должен продолжать свои открытия в современной медицине, но ты должен доверять, доверять не своим способностям и образованию, а мудрости и творчеству Божьей благодати на твоей жизни, которая сверхъестественна. Если ты профессиональный атлет, ты должен много работать и тренироваться, но твоя уверенность в благодати Божьей превзойдет других неверующих на твоей арене. Ты должен превосходить себя по благодати Божьей. Ты должен руководить в жизни по благодати Божьей. Что ж, до следующей лекции. Какая разница между тем, чтобы видеть царство Божье и войти в его верховное правление? На уроке 4 увидите ли войти, вы узнаете, как побеждать любые препятствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова